Самая максимальная отметка, до которой бизнес поднимал свое настроение, была зафиксирована на уровне 3.39. И это достаточно положительный показатель по фитебальной шкале. Почему? Потому что у нас еще в принципе в истории подсчета этого индекса такого высокого его не было. Но затем, когда бизнес увидел, что реформы, которые были обещаны, идут не в том направлении, как и ожидалось, и когда не так много было реализовано того, что хотелось бизнесу, естественно, постепенно настроение начало ухудшаться. И вот на сегодняшний момент мы видим, что настроение находится на уровне 2.16 в фитебальной шкале. За последние 5 лет, за данными Радіо Свобода, украинский рынок залишили близко 50 компаний. Финансовый сектор, ритейл и нерухомость постраждали наиболее. Основные причины, по которым зарубежные компании не хотят, не могут работать в Украине, это тотальная корруппирование, это своеволение судов, это отсутствие защиты и гарантии защиты своего бизнеса в Украине, это так называемое решение по-украински, то есть отсутствие этих принципов и тех правил ведения бизнеса, к которым привыкли и привыкли западные компании, которые есть на нас. С 2010 года, когда до влады пришла команда президента Виктора Януковича, рынок Украины покинули близко 34 компаний. Власники, которые сгортают бизнес в Украине, на педзапис говорят про распредел бизнеса среди представителей украинской элиты близко до влады. Больше всего инвестиций на сегодняшний момент приходят из Кипра. Это значит украинские компании, украинские собственники, которые ранее выделили деньги на офшорные счета, возвращают их на Украину, и эти деньги работают на страну и не в какой-то мере доверяют Украине своими деньгами.